Одинцовский кампус МГИМУ образован в 2015 году в соответствии с приказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Дни открытых дверей проходят здесь регулярно, но никогда еще гостей не было тут так много. Посмотрите сколько людей. Для нас, конечно, большой праздник. То есть наш кампус, наши образовательные программы всех уровней, очевидно, пользуются большим вниманием, большим спросом. Такого количества, честно говоря, мы до этого не видели. Школьники и их родители, а также те, кто хочет получить второе высшее образование. И просто любопытные сотни людей из разных городов России вошли в открытые двери Одинцовского кампуса МГИМУ. Мне, во-первых, интересно все-таки познать об этом колледж. Я хочу поступить именно в колледж. Мне кажется, это будет намного интереснее, чем школьная жизнь. Как-то более разнообразно. Поэтому, собственно, я сюда пришел, чтобы узнать побольше об этом месте. Потому что, в принципе, я целенаправленно собираюсь учиться здесь. Я решила прийти, чтобы узнать побольше о факультетах, узнать, когда можно подавать свои заявления, какие экзамены сдавать и познакомиться с деканами. Приветливые студенты МГИМУ встречали гостей, проводили для них экскурсии по всему зданию института, отвечали на непростые вопросы. Я рассказывал лично о бизнес-информатике, что будем изучать, где будем работать, что будет разрабатываться, что в конце, на четвертом курсе, вы будете продетовать свою собственную программу. Также будете изучать QT языки, C++, C-Sharp. Никто не обещает того, что учиться здесь будет легко. Чтобы стать профессионалом, нужно усердно трудиться. С дисциплиной здесь строго. За 30 часов пропуска – отчисление. Справляются ли одинцовские студенты с такой нагрузкой? Летом 2016 года наш первый набор, на мой взгляд, он оказался удачный. Средний балл, если смотреть по коммерческим студентам, а здесь были только платные места, он оказался всего на балл ниже по сравнению с демо на Вернадского. Мне кажется, что это очень хороший результат. Первый набор, несмотря на все, казалось бы, сложности первого набора, тем не менее, показал, что очень хорошие студенты. У нас успешно прошла сессия. Есть полное удовлетворение у наших студентов. Они получили практически новые знания в области развития инноваций, управления инновациями. Кроме студентов, о жизни института, требованиях для поступающих и условиях обучения гостям рассказали преподаватели и деканы всех факультетов. Школьники смогли пройти тесты по профориентированию и английскому языку. А в конце дня открытых дверей состоялось праздничное шоу. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.